Юмор и смех – это очень эффективные, не имеющие побочных эффектов средства борьбы со стрессом. Это один из основных компонентов счастья, гармонии и успеха. Считать юмор чем-то несерьезным – это просто несерьезно. Психологи давно доказали, что юмористический концерт, ну или какое-нибудь шоу, где вы заряжаетесь юмором, заметно понижает уровень тревожности и депрессии. Юмор смягчает стресс, избавляя смеющихся от его вредоносности. Я бы так описал серьезно научное определение юмора. Это позитивное душевное состояние от того, что кто-то делает что-то нелепое, неожиданное или абсурдное, и возникает смех. Находя что-либо забавным, человек ощущает радость. Вот почему данная способность важна для счастья. Об этом мы сейчас поговорим. Уже рядом со мной сидит совершенно другой мужчина. Точно знаю, что его зовут Роман. Фамилию сейчас узнаем. Он организатор и ведущий руководитель проекта «Мама хохотала». Я прав, Роман? Да, здравствуйте. Вы правильно, я руководитель студии «Мама хохотала». Ну, тут я попал. Зовут вас Роман? Да. А как фамилия? Грещук, Роман Грещук. Знаете, все меня зовут Роман Грещук. Грещук, отлично. Вот юмор и сатира. Смех и радость. Когда, зачем нужны смехи, юморы? Как долго вы занимаетесь? Почему смехом? Мы, ну не смехом, мы занимаемся юмором. Смех — это результат хорошего юмора. Вот, то есть это уже такой, как вы говорили, не имеет побочных эффектов. Вот такой побочный эффект юмора — это смех. Нам приятно, когда люди смеются. Вот как-то давно этим начал заниматься еще со школы. Вот нравилось тогда, играя в КВН, смешить своих одноклассников и учителей. И вот это как-то переросло в такое профессиональное занятие. Профессиональное? Ну для меня профессионализм — это когда ты этим зарабатываешь деньги. Вот, вот, все правильно. А что там вот понравилось, что в школе сработало, что вы решили заниматься КВН, пойти потом? Да, это и в школе в студенческие годы самое важное, самое прикольное — это реакция зрителей. Когда ты благодаря своему творчеству, благодаря своему креативу делаешь людям смешно. Вот вы прочитали только что, рассказали зрителям эффект от юмора. А невероятный еще эффект, когда ты видишь, как люди получают и реагируют на твой юмор. Вот самая-самая большая радость в нашей работе — это видеть смеющихся зрителей. Ага. У меня тут немножко микрофон ходит, его надо просто подправить. Вот эти вот смеющиеся зрители, они, да, они... Это как наркотик. Это как наркотик, вот когда ты выступаешь на сцене и получаешь реакцию от зрителей, это вот, это действительно такая, ну, не передать словами такую штуку, ну, действительно, эффект наркотика. Вот. Что будет, если вы перестанете людей смешить? Да, я не знаю, но... С вами что будет? Ну, я не знаю, мне это интересно делать, вот. Когда долго не выступаешь на сцене, вот появляется, снова буду говорить терминами наркоманов, ломка, хочется, тяга к сцене, тяга к тому, чтобы выступать и смешить. А вы часто говорите терминами наркоманов? Нет, только на Радио Киев. С нами Роман... Здесь просто кроме меня об этом никто не может говорить. С нами Роман Грищук, организатор, ведущий, руководитель фестиваля. Ну, знаете, вот как-то путается. Папа хохотала, дочка хохотала. Почему мама хохотала? Она самая близкая. Мы когда сели продумывать названия студии, ну, когда мы решили, что мы с КВН завязываем, надо бы студию организовать, и решили, вот с чем хотелось бы, чтобы ассоциировалось название. Во-первых, с тем, чем мы занимаемся, за это отвечает. Это второе слово. А во-вторых, с тем, чем-то родным и близким каждому человеку. Поэтому так и появилось словосочетание мамы хохотала, которое пишется вместе, и вот так мы решили назвать студию. Вы абсолютно... Я же как раз посмотрел. Да, потому что обычно неправильно люди пишут. Мне вот очень приятно, что... Спасибо большое, что я... А потому что отозвалось через душу. Вот то, что вы сказали. И тепло, и та возможность. Кстати, вот по поводу сближения вы сказали, мама. Действительно, это роднит. Ты, ну, пожалуй, самое близкое слово после имени. И хочу сказать, что благодаря юмору, например, анекдотам, люди начинают испытывать большую симпатию к собеседнику, ведущему так себя. То есть рассказывающему анекдоты. И обе стороны начинают симпатизировать друг другу. И это правда. То есть вот огромное количество людей ценят именно чувство юмора. Тут не столько, да, не столько анекдот, сколько открытость, ну, открытость человека, умение поддержать разговор, умение пошутить. В целом, так, конечно, приятнее всем с такими людьми общаться. Это доказано, это всем нам. Но кроме этого, может быть, люди не знают, что налаживая однозначно отношения, в том числе и социальные контакты благодаря юмору, смех делает ситуацию безопасной. Может быть, да. Смех делает ситуацию. Но это я вам говорю как психолог. И если вы хотите кого-то расслабить... Разрядить обстановку иногда бывает шутка. Вот такие, да, хорошее словосочетание. Разрядить обстановку. Если вы хотите кого-то расслабить, разрядить обстановку или создать какое-то настроение, можно обязательно пошутить. Смех и юмор — это признак, смотрите, отсутствия опасности и признания собственной силы. Это то, что осознанно помогает справляться с какой-то критической ситуацией. Совершенно согласен с вами. Можете пошутить как-нибудь, чтобы расслабить? Нет, нет. Шутка — это неожиданность. Вы же сами прочитали. Это неожиданность. Чаще всего, знаете, самое сложное в работе, когда говорят «пошути» либо «расскажи анекдот». Я как-то за свою жизнь не умею рассказывать анекдоты. Это не мое. И вот вопрос... Ах, юморист, да, пошути. Добивает уже, да? Добивает. Ну да, да, бывает. Но вот шутки, они же рождаются неожиданно. Вы правильно прочитали. Это человек, знаете, а ну пошути. Понятно. То есть вы пришли на радио и думали, что тут никто не спросит, чтобы вы тут не шутили. Конечно, я думал, серьезная передача, о психологии, поговорить о каких-то... Я оказался не серьезный. Что-то вспоминая, называя телефон 454-0033. Это телефон нашей студии, куда вы можете дозвониться. Я вспомнил анекдот очень старый. Когда звонит человек и говорит, алло, это цирк? Нет. Это зоопарк? Нет. А что обезьяна трубку поднимет? Я вспомнил анекдот про Министерство культуры и прачечную. Но не буду его рассказывать. Да, спасибо большое. Звоните. У нас вот разговор про юмор. В эфире находится радио Киев. Психологический проект «Формула души». Я ее автор, ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. На самом деле, вы знаете, юмор для меня тоже очень важная и ценная составляющая жизни. Без нее, например, я совершенно не мыслю своего состояния. Однако здесь еще важно, хочу порекомендовать нашим радиослушателям, отличать сарказм от юмора. Потому что сарказм относится к таким травмирующим психологическим состояниям, когда человек хочет защитить себя. И на самом деле, если у вас есть сарказм, если вы этим, ну не хочется сказать, владеете, защищаетесь, обратите внимание, где вы психологически не готовы к общению, где вы не чувствуете себя специалистом. Бывают люди, которые не воспринимают сарказм. Есть огромное, но сейчас в силу развития интернета и возможности троллить, возможности писать сарказмом, у разных людей разный уровень восприятия и юмора, и сарказма. Кто-то его различает, кто-то нет. И вот здесь вот в случае не юмора, а сарказма, хорошо, что вы сказали, что это нужно различать, потому что действительно сарказм может в каких-то моментах травмировать либо задеть человека, это может быть. Ну а есть, когда мы, допустим, саркастически смеемся осознанно, а есть тогда, когда мы настолько себя недооцениваем и настолько себя недолюбливаем, что мы подсознательно этим защищаемся. Таким образом происходит... Это закрытие, закрытие. Закрытие, согласен, да, то есть полное закрытие. У нас Роман Грещук в гостях, организатор, ведущий, руководитель проекта «Мама Хохотала». Ну, я не знаю, расскажи что-нибудь про этот вообще проект, и ты зарабатываешь этим, ты хорошо зарабатываешь. Мне достаточно. У нас телевизионное шоу, которое выходит каждую субботу. Мы вот уже на протяжении пяти сезонов каждую субботу радуем телезрителей своей программы. Каждую вечером в 22.00 на телеканале «Анолод ТВ» можно посмотреть. Помимо этого мы еще даем концерты свои большие, ездим по Украине, выступаем. У меня большой коллектив, 40 человек, которые работают над созданием юмора, над созданием телевизионной передачи и разного рода сопутствующих проектов. Как-то стендап «Вечера» — это вид юмора. А что это за «Вечера»? Не убегайте быстро. НЛО? НЛО «Вечера» — это молодежный канал. Это молодежный канал всеукраинский. Это ваш канал? Нет, это не наш канал, это канал, который ходит в медиагруппу «Украина», а у нас там есть своя телевизионная передача. И что вот это стендап-шоу, что такое? Стендап-шоу — это немножко другое. Да, расскажу. «Мама хохтала» — это вечернее молодежное, вот очень важно, молодежное юмористическое шоу, то есть в основе которого лежат сценические номера, скетчи, музыкальные номера, приглашенные гости. Заканчивает нашу передачу каждый раз новая молодая украинская музыкальная группа. Вот. Стендап-шоу — это не телевизионный наш проект, это клубные вечера, когда один стендап-комик выступает с монологом. Вот если это, чтобы максимально близко и понятно было. А он один весь вечер выступает? Нет, мы чаще всего, просто он один на сцене выступает, но, может быть, несколько комиков подряд рассказывают там свои монологи. Это называется стендап. Свои мысли, размышления какие-то. Что-то пришел Роман, и у меня микрофон перестал. А он ближе ко мне, он как-то от вас так все ко мне тянет за этим. Меня боится, тянется к веселым. Я хочу напомнить, кстати, просто у нас в каждой программе мы дарим какие-то билеты. Нет, вы можете потом свои подарить после эфира мне. А я хочу предложить подарки для наших радиослушателей. Вполне возможно, вы потом оставите и свои на следующее, потому что формула души без подарков не проходит. Обязательно. Значит, сегодня каждый, кто дозвонился и, к примеру, задаст вопрос Роману, или так пошутит, что Роман скажет, что это шутка, вот это то. Это смешно. Смешно. И, может, мы вместе посмеемся. Так вот, два билета вас ждет на три дня, чтобы восстановиться и вернуть внутреннюю гармонию и позитивное отношение к жизни на фестиваль психологии, тела и движений, который состоится 27, 28 и 29 мая в Конче-Заспе под Киевом. Вас ожидают там танцы у костра на реке Козинка, выступления театра и лучшие мастера Украины по телесно-ориентированной терапии. 454-00-33. Звоните, пожалуйста, делитесь своими шутками. Расскажите, может... Вопросы. Задавайте вопросы. Вопросы к гостю. Да. Расскажите, может быть, как спасла вас шутка. Расскажите, может, еще что-то. А, я расскажу, давайте, о самом актуальном. Сегодня мы запустили, есть у нас в рамках шоу «Мама хохотала» такой музыкальный проект, который называется «Рэп-свэк-трэп» группа «Плюшевый Бруклин». Это стебный рэп ребята поют, и вот сегодня мы выпустили их клип, совместный клип молодой группы «Плюшевый Бруклин» и Павла Зеброва, в котором, да, вот он сейчас очень разошелся в интернете и обсуждаем, и все новостные порталы пишут, потому что там суть клипа Павла Зебров просто со статуей головой польской залезницы. Назначили в прошлую среду польского рок-музыканта Вольца Хабальчуна главой укрой залезницы. Вот. Мы решили сделать такой ответный шаг и записали видеоклип «Плюшевой Бруклиной» и Павла Зеброва, там, где срубить Павла Зеброва головой укрой залезницы. Вот. Такая шуточка была на актуальную тему. Здорово. Мы еще вернемся к шуткам ровно через одну минуту. Сейчас мы прервемся на информационный блок. И ждем ваших звонков, и вас ждут билеты. Готовьте шутки, ну или просто звоните, задавайте серьезные вопросы. У нас психологический проект. Добрый вечер, здравствуйте еще раз. В эфире Радио Киев, психологический проект «Формула души». Я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. И вот к нам зашел, ну, надеюсь, не случайно, Роман Грещук, организатор, ведущий и руководитель проекта «Мама Хахатова». Студия, вот это важно сказать. Да, потому что студия, это в рамках студии мы делаем много проектов. Скажите, пожалуйста, вот вы рассказывали про какой может быть юмор, что это за юмор. Чем отличается, вот мы говорили про сарказм, про какие-то ваши возможности, чем отличается черный юмор от белого юмора? Ну, черный юмор чаще, конечно, вызывает реакцию большую у человека, потому что, ну, вот юмор, это когда неожиданно, когда ты шутишь жестоко или жестко, или по-черному, люди еще больше не ожидают, и тут эффект неожиданности, конечно, возрастает. Есть, конечно, моменты, которые в рамках телевизионного, телевизионной передачи не совсем корректно говорить. Есть темы в нашей стране, которые в юморе не особо поднимаются, и не нужно их поднимать, потому что они действительно слишком-слишком черные, вот. Черный юмор, у нас есть звоночек, если я ошибаюсь. Ну, давайте попробуем. Сейчас возьмем. Алло-алло. Уже нет звоночка. Еще раз хочу напомнить, телефон прямого эфира 454-0033, говорим мы про юмор, сказали про то, что черный юмор от белого, чем он отличается, и у нас есть еще, по-моему, один звоночек, да? Да. Алло-алло? Алло-алло? Ну, что такое? Что же у нас с теми это все это срывается? Это, знаете, шутят хулиганы, позвонят в эфир и бросят трубку. Вот им весело. Каждый развлекается как может, это современный мир. Да, ждем от вас звонков, пожалуйста, не забывайте, 454-0033. Расскажите еще про свой проект. Да. Что вам рассказать? Я расскажу вам интересную штуку. Чем вы гордились? Я горжусь тем, что сегодня весь Фейсбук обсуждает нашу последнюю работу. Это клип группы Плюшева и Бруклина Павла Зиброва. Вот. И довольно-таки веселая песня, которая, я надеюсь, у всех в голове застрянет. И будет вот так вот, будет так на протяжении, на протяжении минимум недели напевать каждый. А что там делает Павло Зибров? Павло Зибров агитирует сделать польскую, сделать себя. Знаете, продажная песня «Зрубить Павла Зиброва директором польской залезницы». Вот. И он напевает этот мотив. Польская залезница «Лова-Лова» — «Зрубить керевником Павла Зиброва». А что-то уже какая-то есть, может, реакция? Есть реакция, да, конечно, есть государственная реакция Укрзалезницы. Они написали большой пресс-релиз, что Павло Зибров подает поганый приклад молоде, тому, что ходит по коле и отца заборонено. Это максимально крутой репортаж, крутой отзыв о ролике. Молодцы, Укрзалезницы и пресс-служба. То есть они, я надеюсь, это с юмором написали, потому что если они посмотрели клип и написали такой отзыв с юмором, это максимальные респекты пресс-службе Укрзалезницы. То есть они продлили эту тему и сразу же очень быстро среагировали в течение нескольких часов. Это оперативно, да? Это оперативно и очень круто, молодцы. А какой у вас? А, еще даже глава правления Укрзалезницы, о котором поется эта песня, Вольцех Больчун, который польский рок-музыкант, он тоже. Отреагировал, сказал, я не против, если Павло Зибров станет главой польской зарезности, только пускай пройдет конкурс, так, как прошел Вольцех Больчун. Но это вообще может быть, чтобы... Это уже у Павла Зиброва нужно спрашивать, какие у него планы. Мы идею придумали. Ага. Во все времена были в почете комики, паяцы и другие комедианты. Они обладали и обладают удивительным талантом показывать спорные, болезненные моменты жизни со смешинкой. А как известно, в психологии в том числе признавать самому себе в ошибках человек становится сильнее. Конечно. Это в стендапах чаще всего раскрывается, когда один монолог человека, когда он раскрывает именно такие темные, ну, с какой-то темной стороны души, темные стороны поведения человека, какие-то стандартные вещи. Вот в стендапе раскрывается. Именно поэтому люди ходят на стендапы и получают удовольствие от такого юмора. У нас, кстати, в конце мая мы будем проводить очередной стендап от студии «Мамы Хокотала» 23 мая в клубе «Атлас». Всех ждем. Послушайте, действительно, на горячие темы. Рассуждают молодые, креативные и очень смешные ребята. А какие сейчас вообще вот там, знаете, топ-5 тем, на которые можно рассуждать, которые, ну, собирают зал, не знаю, какое модное, популярное или хотят шутить ребята? Ну, всегда, всегда в моде актуальный юмор. То есть то, что... Да. Всегда в моде актуальный юмор. Вот то, что на злобу дня. Если пошел какой-то, там, какая-то тема и вот на нее сразу же шутить, это всегда шутки, шутки актуальные. Но не всегда же собираться, не каждый день нельзя собирать вот такие события для того чтобы... Конечно, конечно. Не всегда это... Не всегда у тебя есть возможность пошутить, потому что концерты снова-таки не каждый день и эфиры даже Не каждый день, а инфоповод Он может как зайти, так и пройти До своего эфира, вот мы когда Снимаем передачи, актуальна одна Веща, когда передача выйдет в эфир Она может быть уже не такой острой Не такой актуальной. Темы, которые Собирают залы, но тут снова таки В зависимости от потребностей Человека, это может быть актуальную Политические номера, политические Шутки, скетчи, так и какие-то Общие бытовые, так и молодежные темы Тут вот в зависимости от того Кому какой юмор близок и кто что хочет получить, от чего расслабиться. А к вам уже обратилась Укрзалезный, если вы сказали. А обращаются ли к вам те актуальные политики, о которых вы думаете? Мы Олега Ляшко очень любим. Очень любим. Ну, у человека тоже с самой иронией все хорошо. Он у себя в Фейсбуке постит номера, там, где мы его пародируем. И с этим все нормально. Но он рад его. Я думаю, да, любой пиар для Олега Ляшко это только в плюс. А другие, кто-то к вам возвращался? Мы когда-то шутили о Заряне Шкиряке. Но мы так поняли, что молодые зрители не совсем знают, кто такой Зарян Шкиряк. Поэтому мы перестали шутить о Заряне Шкиряке. Ага. Ну, это имеет тот, что, по-моему, с самолетом. Да, да, да. Мы именно об этом и показывали номера. Хочу напомнить, что в эфире Радио Киев, психологический проект «Формула души». Я ее автор, ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Пожалуйста, не забывайте. 454-00-33. Телефон прямого эфира. Говорим мы сегодня про юмор. В гостях у нас Роман Грещук, организатор, ведущий и руководитель проекта, да? Проекта студии «Мама хохотала». Говорим мы про юмор. Она его за юмор полюбила, а он ни разу с ней не пошутил. Первый раз слышу такую смешную вещь. Ага. Как можно вырастить по-вашему или создать чувство юмора? Вот вы с ним родились, или вы в школе его где-то приобрели? Или может у вас была какая-то романтическая история, вы влюбились и вам пришлось... Ах, кто? Об этой любви. Ну что, люди пишут, а вы стали шутки? На самом деле, мне кажется, человек может быть смешным от природы, но развивать в любом случае нужно. Вот у меня большое количество авторов, ребята, которые пишут юмор, довольно серьезные, серьезные парни, которые вот так как мы с вами с серьезным лицом садятся и пишут... Меня серьезно. Ну, люди же не видят, я вот хочу... Хорошо, да, извините. Ну, я в хорошем смысле говорю. А я разве... Практикующий психолог, глупо, если бы смеялся. Вот. Сейчас вы смеетесь, да. Так вот, и ребята сидят и с серьезным лицом пишут, пишут шутки снова-таки с опытом, со временем, постоянно занимаясь. Это как тренировка в спортзале, когда ты тренируешься. Когда ты тренируешься, у тебя мышцы становятся сильнее, точно так же в юморе и в написании. Чем больше ты пишешь, тем больше ты практикуешься, тем у тебя лучше получается. Скажите, пожалуйста, вот действительно, вот это развитие... О, у нас есть еще звоночек. Ну, давайте попробуем. Сейчас мы возьмем трубочку. Алло, алло. Да, это Зибров. Я в дороге еду. Ничего себе. О, Павло Зибров. Здравствуйте. Это вот Иван Старчак и Роман Грещук. Вот Роман тоже говорит, что с вами знаком, не только я. Да, мы... Мы в субботу с Павлом Зібров... В субботу, в понеделок с Павлом Зібровым снимали клип. Павло, вы видели уже, как разошелся? Да, разошелся, как горячие пирожки идут. Здесь у меня уже все телебачения и ТРК Украина, и 1+,1. Все, что только живет, шевелится, все хотят... Павло, а бачили реакцию Укрзалезницы, что они... Ну, что я... Поганий приклад. Да, поганий приклад. Не, мне кажется, это найкращая реакция, которая только могла быть от пресс-службы Укрзалезницы. Да, да я сказал, что, извиняюсь, мы были в отстойнике, где чистят поезды, и там не ходят швидкосные электрички, это иначе. Поэтому там спокойно и можно снимать... Так они даже и к вам обратились, Павел? Прям напрямую, что вы там ходили по рельсам? Ну, не до меня, я тебе не передаю, что... Пресс-служба написала на официйном сайте Укрзалезницы. Ага, ну да, что мы ходим по рейкам? Поганий парейкам. А в нём можно ходить, и там ходят люди, переходят дорогу, пьянички пьют пиво. Да. Не, ну, хлопцы молодцы. Я вдячний, что молодая команда сделала, конечно, супер. Павло Зібров, ну тут без вас бы не вышло все. Это было максимально круто. Я сегодня весь день читаю, читаю позитивные отхуки от вашей работы. Я уже рассказываю, что нам запропоновали меню уже с Польши гастроли. Да? Ну я, да, я сказал. Мне спецвагон, будь ласка. Молодые девчонки и плюшевый Бруклин туда до вас. Да, да, молодые девчонки, вот такие, как мы там закрывали купе. Такую девчонку, наподобие, пожалуйста, параметры, вы знаете, какие. И спецвагон, спецвагон, спецвипивка, ну и гастроли по Польше. Скажите, пожалуйста, Павел Зібров, а вы вот были бы готовы возглавить залезницу? Еще раз. Чи сгодней вы очолювати залезницу? Да, якщо мене буду платить миллионы евро. Да, задоволенням. А шоб вы перше зробили? Ну евро там платят. А вот знаете, там в поездах всегда играют песни. Если бы вы стали главой залезницы, что бы пели? Какая первая бы песня звучала в вагонах? Ну понятно, ловим, ловим. Спасибо большое. Павло, дякуем вам. Все, чекаем первый миллион переглядей. Есть, чекаем миллион, второй миллион. И ждем в формуле, и ждем вас. Спасибо, молодой команде. Мама хокотала. Супер. Дякую вам, Павло. Спасибо. Приходите на радио Киев в формулу души. Спасибо большое. Спасибо. Всего доброго. Всего доброго. Ну вот такая вот реакция у Павла Зиброва. Человек с чувством юмора, что тут сказать. Все правильно. Мы ему позвонили в пятницу, рассказали, вот есть такая идея. Павло, все, хорошо, согласен. Он даже текста песни не видел. Он согласился, после этого мы написали текст, он утвердил текст, и в субботу мы уже записали эту песню. В понедельник сняли клип, сегодня среда, вот мы его выложили уже в сеть. Здорово. Я хочу просто напомнить, мы тут, оказывается, исправили небольшую с телефоном неполадку. 454-0033. Хорошо, что мы знаем, что к нам могут дозвониться. И выиграть. Что выиграть? Выиграть, да. Ну а потом, я не знаю, мы можем сейчас анонсировать такие какие-то пригласительные? Конечно. Анонсируйте. Друзья, 23 мая. Вы оставите здесь билеты? Конечно, мы оставим на почту, отправим ему билеты. У нас сейчас, ну, электронные билеты, мы пользуемся только такими. 23 мая закончатся майские праздники, вы выйдете на работу и подумаете, вот что бы сделать вечером, майским вечером. Хорошего. Хорошего, да. Вот возьмете вторую половинку и на выигранные билеты, пойдете на стендап, в клуб «Атлас», посмотреть, как молодые ребята рассуждают, смешно рассуждают о жизни. Поверьте, вам очень-очень понравится. Вот два билета на 23 мая мы сегодня отдадим, второму, наверное, дозвоним. Подарим. Второму дозвонившему, потому что на первую у нас уже есть подарок. Сейчас мы возьмем трубочку, да, можно взять половинку, можно взять другую половинку. Алло, алло. Алло, добрый вечер. Здравствуйте. Яна Киев. О, да, Яна. Здравствуйте. Слушаю вас сегодня с удовольствием, очень много психологии, это очень приятно. Спасибо. Вот что мне вспомнилось, когда я слушала уже вторую часть про юмор, что действительно юмор это большая сила, а я как вспомнила свою историю из жизни. Как-то у нас с мамой случилась какая-то неприятность, бытовая, сейчас даже не вспомню какая, и мама в ответ на то, что ну надо было как по-женски, как-то разрыдаться, не знаю, там расстроиться, мама начала смеяться. Так от души, вот, и я подхватила как-то эту инициативу. И мы рассмеялись, и вот сейчас я вот пытаюсь интенсивно вспомнить, по какому поводу мы расстроились, я не могу вспомнить, хотя это было как-то не очень давно. Вот так вот смех, просто как бы без причины, вот такая вот реакция, и как-то, не знаю, может кому-то поможет, мне вот сейчас помогает. Разрядка, разрядка, то, что мы говорили. Так я даже причины не могу, сколько мы расстроились, представляете, как это сработало. Ну может это как раз и есть здорово, то, что вот причины-то и не помним. Спасибо большое. Хотите поехать в Кончу-Заспу 27 по 29 мая? Я хочу в клуб. О, правильно, 23 мая к нам. Яна, я рад и будем видеть. Яна, я вас записал, посмотрим, как Роман выдержит свои обещания, вот, и пришлет мне билеты. Обязательно, электронную почту Яны и отправим билеты прямо сегодня. Яна, может обращаться, да, пожалуйста, мы есть в Фейсбуке, туда ставите свои контакты, обращайтесь на Роман. Спасибо большое, Яна. Спасибо. Спасибо. Хочу напомнить, 454-0033, в эфире психологический проект «Формула души». Говорим мы про юмор, я ее автор и ведущий, практикующий психолог Иван Старчак. Вспомнил, тут тоже вот такую запас шутку, ну это медицинская шутка, докторская, докторская, что-то колбасой отдает, медиков, больше хирургическая. Доктор говорит, врач, я сделал все, что мог. Пациент говорит, доктор, но вы же только подули на ранку все, что мог. Юмор на сдаче, вы очень хорошо подали шутку. Если в тексте читать, оно не так будет смешно, вот именно конкретно эта шутка, чем когда вот вы задаете. Есть, есть действительно вещи, которые в тексте выглядят смешными, когда их озвучишь, не так смешно, есть наоборот. Когда человек сдает шутку, она работает. Когда ты ее же читаешь в тексте и не представляешь, не озвучишь себе человека. А что такое вот сдаешь шутку? Сдаешь, ну нужно уметь... Есть наука юмора? Да, ну не наука, это какое-то такое внутреннее понимание, как сдать шутку так, чтобы было смешно. Можно же любую, даже самую смешную шутку рассказать неправильно. И все, и будет не смешно. То есть сдаешь это правильно подает? Ну вот сдать правильно подает. Вот вы подали эту шутку с паузами, с уверенностью, вот и она, уверен, была смешная. Зазвучала. Да. Вот. Звоните, пожалуйста, у нас есть билеты на фестиваль 454-0033. Расскажите просто, или позвоните, вот как я, или расскажите какую-то свою историю, расскажите свою шутку, расскажите какой-то свой анекдот. Может, пора пришла что-то вам все-таки рассказать, вот даже не смешно. Вот самую не смешную. И вот можно, чтобы не смешить, не самую грустную шутку? Нет у нас, нет у нас не смешных шуток. Я просто хочу, давайте так, пригласить туда, где можно посмотреть. Включайте в эту субботу НЛО ТВ 22.00, там увидите, увидите наши шутки на сцене, подготовленные, с реквизитом, с отрепетированной, и обязательно, актуальны. Где берете кадры? О, вот это очень хороший вопрос, потому что действительно, ну, кто учит писать шутки? Нет такого в университете нигде. Чаще всего, вот, основа нашей студии, это ребята, которые вместе с нами прошли КВН, которые благодаря КВН учились писать, учились выступать, понимают, как строится юмор. Понятно, то, что мы сейчас делаем, это совсем не КВНовская штука, но основа, основы, это ребята, которые когда-либо играли в КВН и понимают, как пишется, такая большущая школа и неиссякаемый поток кадров оттуда можно брать. Сейчас мы туда вернемся, но все-таки у нас есть звоночек. Это замечательно. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Как до вас вертаться? Мария. Пані Мария, так, слушаем вас. Телефоную, хочу квитки. Ага. Уже знаете на стендап-шоу, дивитесь, одразу. А ну тоді щось зробіть, наприклад, там пожар. Звичайно, розкажу пожартою. Давай. найбільше, что у женщин в руках трискается, це, звичайно, посуда. И когда у нас падает, чи тарелочка, чи еще что-то, мы завжди починаем смеяться. І така заведена традиція, щоб гроші вводилися, паць в підлогу і розбили далі. Ну правильно. Правильно. А чого? Чим більше трисачок, мы считаем, тем більше буде грошей. На счастье, на счастье, знаєте, так уже добыть, добыть тарелку. Так, но ніколи без ботнишки це не робило. Обовязково. Спасибо большое, пані Марія. Ждите окончання нашего ефіра, потом можете связаться или позвонить Радио Київ 454-00-34, либо обращайтесь ко мне в Фейсбуке, потому что у Романа у него все там забито, он не хоче принимать новые друзей. Это как? 454-00-33. Есть в Фейсбуке такая штука, 5000 друзей, і все, більше, більше, більше никак. Ні мене, ні наших радиослушателей це не интересує. У нас психологічний проект, є психологія, є технологія, освобождайтесь от балласта, Роман. Есть такое правило всегда перепросмотр. Удалюся я с Фейсбука, ну или так, це тоже поменяет вашу жизнь, заметьте, вас не смогут уже никак найти, ну хотя бы в Фейсбуке. 454-00-33, мене все-таки интересует вот этот момент. Хорошо, ви берете кадры в КВНе. Ну мы сами оттуда пошли, і ребята, які там вместе с нами играли і продолжають заниматься юмором, вони чаще всего вони умеють писать. Просто человек, который не прошел эту школу, а вот хочет научиться писать, це невероятно длительний процесс для того, щоб у него получилось. То есть это должно быть желание, должно быть, ну тоже состав ума. Длительный процесс это сколько? А у каждого по-разному происходит. Кто-то может там за полгода раскрыться, а кому-то нужно два года учиться писать полную ерунду для того, чтобы потом выдать какие-то интересные моменты, номера, шутки. Роман, вы же понимаете, что я психолог, а кто оценивает вообще? Ерунду написал. Вот у нас будет тут пять человек в студии. Это хороший вопрос. Да. Замечательный вопрос. Работа такая. Вот у нас будет пять человек в студии, и каждый оценит по-разному. У нас тоже, понятно, юмор — это очень субъективная штука. То есть кому-то может нравиться, а кому-то нет. Поэтому на примере подготовки к эфиру, к тем номерам, которые мы будем снимать и показывать в эфире, авторские группы, это по два-три человека пишут, ребята, номера и приносят на редактуру. Редакторская коллегия — это пять человек, которые слушают, чаще всего понимают, пройдет этот номер, не пройдет. Если он, идея номера и некоторые шутки проходят, мы его улучшаем, говорим, что убрать, что не работает, что работает. Снова-таки это в спорах может быть, может из пяти человек. Это троим нравится, двум не нравится. Может авторская группа говорит, нет, ребята, мы в это верим. Это чаще всего такой процесс споров, процесс споров, аргументов, почему это может пойти, почему это может не зайти. То есть вот не один человек, а пять человек у нас в редактоллегии, которые принимают решение, потому проходит номер, проходит эта шутка или нет. Вы главный. Вы влияете на редактоллегии? Я точно такой же член редактоллегии, как и все. Вы думаете, что они так искренне... Я руковожу, я руковожу студией, но в плане юмора ребята, которые постоянно пишут, занимаются этим в некоторых моментах, лучше меня разбираются, которые четко сценаристы и занимаются написанием. У меня помимо написания есть еще административная работа. А вы первое мнение свое высказываете или последнее? Иногда первое, да. Когда я понимаю, что это точно нет, что это точно нет, мне приходится говорить ребятам... А мы говорим что-то про авторитаризм. Не сказывайтесь последним. Нет, я понимаю в редактоллегии, когда мы понимаем, что да, это точно не проходит, и нужно сказать, ребята, это нет, ну то есть здесь, понятное дело, на мне. Но если да, то если мы видим, что это хорошо и лучше. Мы говорим про авторитаризм, обратите на это внимание. То есть все-таки вы остались при своем мнении. Ну, скорее всего, благодаря этому вы и зарабатываете. Скажите, пожалуйста, я что-то напутал или нет, где-то в интернете про Forbes прочел. Да. Вы там где-то что-то. Расскажите, что это такое. Было, было. Как давно было и что там за списки? Это было дважды. Первые нас включили в, не помню в каком, в 2012 году в перспективный украинский студенческий стартап. Не знаю, почему нас назвали стартапом, но Forbes включил в тот список. И вот буквально недавно в осенью прошлого года составлял Forbes такой рейтинг топ-30 украинских деятелей до 30 лет, которые достигли успеха. Вот так назвали. Меня включили как создателя юмористической студии. А как они определяют успех? Я не знаю, наверное. Были какие-то параметры, по которым они там вот этих 30 молодых украинцев отобрали. Вы не интересовались? Мне было приятно, и я боялся, что я себе поинтересуюсь, узнаю много чего еще интересного. Я, честно говоря, не знаю, как редакторская коллегия журнала Forbes определяла, но судя по тем людям, которые были, я думаю, это было максимально объективно. Мне было приятно находиться там с своими сверстниками в таком списке, с ребятами, которые тоже очень многого уже достигли на свой возраст. Вы с ними познакомились? Я частично некоторых знал, некоторых знаю заочно там по Фейсбуку, но с большей части из этих 30 мы там лично не знакомы. Но приятно было почитать, узнать, что вот работают и есть молодые, талантливые ребята у нас. 454-033, вы можете прямо сейчас звонить и задавать свои вопросы Роману Грещуку или Ивану Старчаку. Это я. Вот приятно, что у нас даже фамилии как-то одинаковые. Да, в рифме можно говорить, позвонить. Мало того, что смотрите, Роман, Иван, Грещук, Старчак, где-то так рядом. Скажите, пожалуйста, КВН, это как такой вот старт, я это слышу постоянно от достаточно людей, которые уже долго на слуху. Да, могу объяснить. Да, объясните. Во-первых, потому что ты учишься основам менеджмента, основам существования в команде, в коллективе. Когда над тобой нет какого-то начальника, а ты собрал команду. Ответственность за себя. Ответственность. Первое, умение находить, ну, там, успеха достигают те команды, которые в рамках команды, там, пяти, десяти, сколько там человек, умеют найти консенсус. Это уже школа номер один. Найти консенсус и вместе достичь результата. Первое, это выйти на сцену. То есть, когда ты собрался со своими, там, будучи студентом, первокурсником, школьником, кем бы то ни было, организовал команду. Это уровень, это умение что-то сделать. Когда ты с этой командой написал какой-то материал, смешной, не смешной, ну, неважно, уже и дошел до момента выступления на сцене, это уже у тебя опыт есть. Когда ты выступил на сцене, это уже хорошо. Когда ты после первой игры, первого проигрыша не сдался, а продолжил этим заниматься, это еще один, это часть того, что учит делать сильнее. Когда ты выиграл, и ты на вершине, и после выигрыша нужно доказывать свое умение и свое мастерство. Это еще один вызов, когда держать планку нужно, на ту, которую ты задал. Снова-таки, со временем нужно понимать, как двигаться, вырабатывать свой юмор. Бывает такое, что мотивировать команду нужно к работе, когда все либо расслабились, либо когда все звездная болезнь. Это тоже нужно все вместе пройти. Нужно говорить некоторым людям, нет. Нужно вместе принимать решения. А вы уже прочувствовали себя звездой, это прошли уже, да? Нет, я надеюсь, что все впереди еще. Еще нет? Нет. А кто там уже почувствовал себя звездой? Нет, я обобщал по поводу КВН, это всегда, ну, всегда у всех есть, когда кто-то после какой-то победы, либо после минимальной узнаваемости, у каждой команды есть кто-то появляется. Кстати, вам хочу сказать, Роман, что в психологии есть такое понятие, чтобы адекватно себя оценивать, если вы стали звездой. Очень важно себе сказать, что я стал звездой. Для себя оценивать, да, потому что... Для себя. Это тоже важная часть, знаете, принятия своего королевства, я король, я это могу, и тогда вы станете еще сильнее. Я объясню, почему, потому что, когда ты не принимаешь свою звездную болезнь, и ты ей страдаешь, вот тогда появляется звездная болезнь, когда она у тебя есть, а ты это не осознаешь, что ты так себя ведешь. Да, но это уже как часть, какая-то вот болезнь вы даже употребили как часть заразная, а мы говорим про самоактуализацию такую важно будет, что может вы придете на эфир через неделю и скажете, да, вот я там... Я подумал, проанализировал, я звезда. Да, я звезда, и классно, и будет уже совершенно другая статусность лично для вас. Смотрите, самому для себя, я думаю, что окружающие вас давно уже считают звездой, поэтому к вам в Фейсбуке не присоединиться, я думаю, как-то решать этот вопрос надо. Значит, хочу обратить наших радиослушателей внимание, что нужно для того, чтобы такой маленький рецепт я себе составил. Представляю, вы говорили, а я писал. Вот первое, это ответственность. Второе, это, сказал Роман, консенсус, то есть это такая работа в группе, вместе достигать результата, уметь договариваться. Третье, выйти на сцену, но мы к этому уже подходили в наших, конкретно в формуле души, в этом психологическом проекту, ораторское искусство. Это очень сложно. Это очень сложно. Харизма на сцене. Харизма. Вот, ну, харизму ее точно не купишь, с ней надо родиться. Ей не научишься. Но ораторскому мастерству, актерскому мастерству можно. Нам нужен этот мини-рецепт. Четвертое, это цели достижения, то есть спотыкаясь, подымаемся, встаем, идем дальше, спотыкаясь, подымаемся, идем. И последнее, пятое, всего лишь пять, это мотиваторы. Понимать, зачем ты встаешь, и идешь, поднимаешься и движешься. И для каждого это могут быть совершенно разные. Деньги, слава, успех, любовь к себе, вдохновение девушкой, потому что ты влюблен. К сожалению, нам уже нужно заканчивать, у нас осталось несколько секунд. В эфире был психологический проект «Формула души», я ее автор, ведущий, практикующий психолог, Иван Старчак, это Радио Киев. В гостях у меня был Роман Грищук, организатор, ведущий, руководитель студии. Мама хохотала, пожалуйста, звоните нам в «Формула души», будете забирать свои билеты, даем Яне Марине Обязательно, Яна Марина, напишите в Фейсбуке, либо на Радио Киев. К вам же нельзя присоединиться, поэтому ко мне пишите, ну Яну я знаю, вот она часто нам звонит, я это имею в виду. Спасибо, что позвонила, дорогая, забирай билеты, я приеду. Но на следующий проект вы нам дадите тоже пригласить. Обязательно, 23 мая. Спасибо большое, встретимся ровно через неделю, всего вам доброго, будьте здоровы.